Субтитры сделал DimaTorzok Естественно не смогу, даже при всем желании, поэтому сконцентрируемся только на тех, которые лично мне больше всего нравятся. Ну и немного затронем историю мультипликации вообще и у нас. К слову, это ни в коем случае не какой-то там топ. Мультфильмы расположены абсолютно в случайном порядке. Итак, мультфильмы из детства, часть вторая. Большинство из них будет от студии Союзмультфильм, поэтому эту заставку для перехода к основной части я и задействую. Если уж совсем глубоко углубляться в историю мультипликации, то мы можем зайти ну очень и очень далеко. Ведь попытки сделать то, что сейчас называют мультфильмами, были еще во времена первобытного строя. Конечно же это очень отдаленно напоминает то, с чем мы сейчас ассоциируем анимацию. Поэтому мы отметим лишь важное событие. То, что более-менее похоже на мультфильмы в традиционном понимании, вышло в свет благодаря белигийскому физику по имени Жозеф Плато. Ведь именно он изобрел устройство под названием фенокистископ. Что в расшифровке звучит примерно как обманщик зрения. По сути это название замечательно отражает всю суть этого прибора, который работает благодаря особенностям человеческого зрения. Наш глаз, если говорить проще, совмещает несколько движущихся объектов в один. Как например при быстром вращении факелов мы видим один сплошной круг. Работает это устройство достаточно просто. Аппарат состоит из картонного диска, в котором прорезаны несколько отверствий. На одной стороне диска нарисованы фигуры. Когда диск вращается вокруг своей оси перед зеркалом, то фигуры, рассматриваемые в зеркале через отверстие диска, представляются не вращающимися вместе с диском, а наоборот кажутся совершенно самостоятельными и делают движения им присущие. Так сказал сам Жозеф Плато в 1833 году. Конечно же это еще нельзя назвать настоящей мультипликацией. Это была скорее такая игрушка, популярность которой в свое время была просто фантастической. Вот самые популярные мультфильмы, назовем их так, тех лет. Настоящие ценители искусства сейчас конечно же возмутятся. Ну мол, что за примитивный сюжет. Не могу не согласиться, но анимация, назовем ее так. Затем долгое время строилась примерно по такому же принципу. Большое количество кадров и быстрая перемотка. Из-за этого герои, изображенные на этих кадрах, оживали. Один из ярчайших примеров, это конечно же динозавр Герти. Появился он в фильме, в котором впервые была использована анимация по ключевым кадрам. Субтитры подогнал «Симон» Примерно по такому же принципу, как и фенокистископ, работает и кукольная анимация. Своего рода прорыв которой совершил Владислав Александрович Старевич. Русский и французский мультипликатор. Создавший в свое время первый в мире коммерческий кукольный мультфильм. Одной из самых известных его работ является экранизация басни Крылова под названием «Стрекоза и муравей». Субтитры подогнал «Симон» Старевичем в свое время восхищался даже сам Уолт Дисней. Считая, что Старевич находится на несколько десятилетий впереди по сравнению со всеми остальными аниматорами мира. Конечно же Старевич внес огромный вклад и в русскую анимацию. Но был он, к слову, не первым, как долгое время считалось. Первым не только в России, но и по сути в мире. Создателем жанра кукольной анимации был Александр Ширяев. Русский и советский балетмейстер, служивший в Мариинском театре. Он долгое время создавал несколько лент, на которых фигурки с точностью воспроизводили балетные партии. Но вклад именно Старевича в русскую анимацию был, конечно, огромен. Можно даже сказать, неоценим. Его картины навсегда остались не только в истории русской, но и мировой анимации. Такие как «Прекрасная Люканида» или «Война усачей и рогачей». В замке короля Цервуса пышный бал. Гремит музыка, подпленительные звуки вальса кружатся пышно разодетые гости. Сам Цервус со своей красавицей женой-королевой Люканидой величаво восседает на троне. Сегодня у него особо почетный гость, граф Герас, имя которого гремит по всей стране. При виде прекрасной Люканиды Герас поражен ее изяществом, грацией и красотой. Он мгновенно влюбляется в нее. Королева также приятно удивлена статной осанкой мужественного Гераса. Она принимает поданную ей руку и следует за ним в парк. Здесь Герас хочет открыться в своих чувствах прекрасной Люканиды. Здесь, под звуки журчащего фонтана, под шелест листьев, под волшебные звуки вальса, доносящегося издали, с его губ сорвется чарующее признание. Ночь перед Рождеством, 1913 год. В этой картине Старевич впервые объединяет актерскую игру и кукольную анимацию. После Октябрьской революции в анимации у нас наступил застой. Практически ничего не создавалось и не производилось. Лишь в 1924 году Юрий Меркулов, Николай Ходотаев и Зенон Комиссаренко организовали экспериментальное бюро мультипликации при Государственном техникуме кинематографа. Там к ним примкнут молодые аниматоры, которые впоследствии станут классиками советской мультипликации. Они создадут такие мультфильмы, как «Руки прочь от Китая», первый советский полнометражный мультфильм, вышедший в большой прокат. Но, конечно же, одним из важнейших этапов развития мультипликации у нас становится 10 июня 1936 года. Именно в этот день из-за слияния небольших коллективов совкино, межрабпромфильма, или вернее сказать «Союз Дедфильма» и Мосфильма организовалась новая студия «Союз Дед Мультфильм». Создана она была по приказу начальника главного управления кинематографа СССР, хотя, по некоторым неподтвержденным данным, была она создана по инициативе самого Сталина. Студия переезжает в храм Николая Чудотворца, который к тому времени был закрыт советской властью. 20 августа 1937 года происходит то, что сейчас назвали бы ребрендинг, и студия стала носить название, которое сейчас все вы и помните – «Союз Мультфильм». Вплоть до 1940 года студия концентрируется на производстве короткометражек, мультфильмов с очеловеченными животными. Студия всеми силами пытается произвести как можно больше продукта, из-за чего, конечно же, очень сильно страдает его качество. Да и сам стиль, ну уж очень напоминал Диснеевский. В 1940 году в студии происходят очередные изменения. Теперь приоритет ставится не на количество, а на качество мультфильмов. При студии организовывают курсы начинающих аниматоров, обучение на которое длилось чуть больше четырех месяцев, и не все, но многие выпускники впоследствии получали работу на студии. Но тут в развитие мультипликации вмешивается Великая Отечественная война. Часть творческого коллектива уходит на фронт. Некоторые работники занимались там созданием агитматериалов для армии. Другая часть студии практически полностью переключается на создание мультшаржей и агитационных киноплакатов. В 1941 году студию эвакуируют, и обратно в Москву она вернется лишь в 1943 году. Несмотря на трудности, в студии в годы войны выпускает несколько мультфильмов. Люди, которые чуть постарше, думаю, даже смотрели их в детстве. Например, сказка о царе Салтане, 1943 год. Ну а уже с 1946 года начинается настоящий расцвет студии. Во-первых, коллектив пополняется лучшими выпускниками в ГИКа. И во-вторых, здесь на руку играет идеология. Было практически на законодательном уровне запрещено заимствование. И поэтому из советской анимации уходит практически все, что напоминало так называемый диснеевский стиль. И уже в этом же 1946 году выходит множество мультфильмов. В частности, фильм Мстислава Пащенко под названием «Песенка радости», который в 1947 году на Венецианском кинофестивале получит бронзовую медаль за лучший анимационный фильм. Далее создание мультфильмов снова выходит на промышленные масштабы. Только при этом уже стараются соблюдать и качество этих мультфильмов. Среди многообразия были, конечно же, и откровенно неудачные. Но тем не менее, вплоть до конца 80-х студия производит сотни, даже, наверное, тысячи мультфильмов, которые многие пересматривают и показывают детям даже сейчас. Ну а затем происходит то, о чем вы и так все в курсе. В 1991 году студия лишается здания, в котором производилась кукольная мультипликация. В 1993 году за студией на законодательном уровне закрепляются авторские права на всю фильмографию. А это значит что? Правильно. Бабки, бабки, сука, бабки! В этом же 1993 году во главе студии становится некий Сергей Скулябин, которому на тот момент, на секундочку, было 24 года. После этого несколько лет в студии зрел конфликт. Коллектив не уживался с руководством. И в 1997 году Скулябина увольняют, что, конечно, ему не очень понравилось. И он, заручившись поддержкой так называемых частных охранных предприятий, фактически осуществляет рейдерский захват студии. Да, было время. После этого события студия практически больше ничего не производит. Государство останавливает финансирование студии. И студия фактически умирает. Ее после этого пытались оживить неоднократно. В 1999, в 2004, в 2011 и даже в 2013 году. Когда студия получила финансирование и новое помещение. Но былого величия студия так и не достигла. К сожалению, я думаю, что уже и не достигнет никогда. Они, конечно, стараются что-то производить. Но качество мультфильмов оставляет желать лучшего. Здесь, как говорится, нет ни количества, ни качества. Единственное, в чем студия действительно преуспела, это в создании YouTube-канала. Куда не выгрузили все мультфильмы, произведенные в эпоху расцвета студии. И это, кстати, не претензия, а это действительно плюс. Все-таки мультфильмы были оцифрованы, выпущены в интернет. Это хорошо, все их могут посмотреть. Ну и, конечно же, студия занимается выкачиванием прибыли из персонажей и образов, авторскими правами, на которые она владеет. Но к персонажам и образам она, по факту, не имеет никакого отношения. Вернее, никакого отношения не имеют нынешние владельцы студии. Что же можно об этом всем сказать? Это грустно или весело? Это? Это печально. Печально, да? Ну все, спасибо тебе. Но давайте чуть-чуть переключимся на позитивную ноту. И я вам предлагаю вспомнить несколько моих самых любимых мультфильмов. И начнем мы, пожалуй, с одного из действительно самых моих любимых мультфильмов. Не только тех, которые родом из СССР, но вообще в целом. Это, конечно же, этакий альманах под названием «Смех и горе у Белого моря». Великолепнейший, на мой взгляд, мультфильм, который я могу пересматривать и сейчас с большим удовольствием. Я даже не знаю, если честно, как его описать. Это именно вот что называется «Душевный мультфильм». Рисовка, озвучка рассказчика от Евгения Леонова. Родную мою страну обходит с полуночи великое студенное море, Седой океан. Все это создает непередаваемую теплую атмосферу. Когда смотришь мультфильм, во-первых, не хочется, чтобы он заканчивался. А во-вторых, так и хочется прямо впрыгнуть в этот мультфильм и оказаться внутри одной из этих историй. Если говорить о моих любимых историях из этого мультфильма, то это тоже достаточно сложно сказать. Они все замечательные, но лучшее, по моему мнению, наверное, все-таки о перепелихе, конечно же. Это, кстати, не настолько популярный мультфильм в сравнении с каким-нибудь «Ну погоди». Поэтому, возможно, некоторые из вас его не видели или уже не помнят. Обязательно пересмотрите, заряд положительных эмоций гарантирован. Следующий мультфильм, который хотелось бы отметить, это произведение под незамысловатым названием режиссера Федора Хитрука. Фильм. 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 Практически полностью актуальная и, возможно, даже, можно сказать, достоверная и по сей день история, пародия на то, как снимают кино. Высмеивающая всю внутреннюю кухню производства кино. В нем почти нет слов, а все строится, наверное, можно сказать, на эмоциях. Ну, а большинству он, наверное, запомнился вот этой сценой. Которая, я точно знаю, некоторых в детстве пугала похлеще заставки «Вид». Еще один шедевр от «Союзмультфильма», это, конечно же, тоже один из моих любимых мультфильмов, под названием «Приключения Васи Куролесова». Души и смерть. Экранизация одноименного рассказа Юрия Коваля. Настоящий, детский, добрый детектив. Помимо сюжета, примечательно в нем, конечно же, то, что Курочкин, ну уж очень похож на почтальона Печкина из «Каникул в Простоквашино», что, конечно же, наталкивает на теории заговоров и становится немножко страшно за дядю Федора. Ну и если уж говорить о мультфильмах, которые должны посмотреть все, абсолютно каждый, это, конечно же, экранизация украинской народной сказки «Собака и волк», вариации которой в разных фольклорах существует более трех десятков. Но в основу лег именно украинский вариант под названием «Сирко». Изначально мультфильм должен был называться «Собачья жизнь», что лично мне кажется более подходящим названием даже. Но в итоге вышел он под названием «Жил-был пес». В нем очень изящно и с присущим юмором подана не только украинская культура и украинский такой дух, но и за какие-то жалкие десять минут мультфильм вызывает и улыбку. И может даже пробить на слезу. Это действительно гениальное произведение, которое заслуживает внимания. Кстати, в Томске можно найти даже памятник волку из этого мультфильма. И я уж молчу, сколько фраз стали крылатыми именно из этого мультфильма. Еще один мой личный фаворит – это мультфильм, который я пересматриваю абсолютно каждый Новый год. «Падал прошлогодний снег». Это, знаете, этакий стёб или, скорее, пародия на народной сказке, выполненной в пластилиновом мультфильме. Не знаю, как вы, но я вот искренне проникся главным героем. Это прямо, знаете, такой настоящий русский мужик, который угодил в сказочный мир, но ведет себя он там именно как обычный русский мужик. «Как царем, значит, заделаюсь первым делом, первым делом, кто первым делом? А пианино!» Который ходит и ходит за этой чёртовой ёлкой, но добыть её у него получится только к весне, и её придётся нести обратно. «Он и в третий раз ходил за ёлкой и добыл её, но это было уже весной, и он отнёс ёлку обратно». Следующий замечательный мультфильм, который лично я выделяю, это экранизация произведения великого, на мой взгляд, писателя Николая Носова под названием «Бобик в гостях у Барбоса». Помимо замечательной и даже не знаю, вот как это характеризовать, кроме как доброй рисовки, хоть это и звучит странно, неоспоримым плюсом является, конечно же, озвучка от Юрия Никулина «Бобик» и Олега Табакова, который озвучил «Барбоса» и «Дедушку». Ну и собачьи пляски на киселе, это, конечно, то, что я помню до сих пор. Ещё одна история о собаках, которая навсегда поселилась в моём сердце, это, конечно же, мюзикл-пародия на произведение Александра Дюма под названием «Пёс в сапогах». Я, как человек, который категорически не любит мюзиклы, с превеликим удовольствием пересмотрел этот мультфильм перед обзором. Ансамбль под названием «Рок-ателье» сделала что-то невероятное. Вы так устали, это минус, но я люблю вас, это плюс. Конечно же, не могу войти стороной, и ещё один, один из моих самых любимых мультфильмов под названием «Тайна третьей планеты». Более серьёзный, но от этого не менее восхитительный научно-фантастический мультфильм. Не знаю, как на вас, но на меня в детстве он произвёл просто несгладимое впечатление. Саундтрек, сюжет, рисовка персонажей. Всё это слилось в единый ком, который буквально обрушился мне на голову в детстве. И настолько меня поразил, что я потом ещё долгое время действительно мечтал стать космонавтом и отправиться бороздить просторы космоса. Очень приятные впечатления он оставляет, кстати, и сейчас. Это действительно тот мультфильм, который будет интересно смотреть всей семьёй. Мамы, дедушки, дети, папы, его будет интересно смотреть абсолютно всем. В обзоре я старался упоминать не то чтобы малоизвестные, но определённо не самые популярные мультфильмы. Конечно же, их ещё десятки, если не сотни. И каждый из них прекрасен по-своему. Бременские музыканты, Домовёнок Кузя, Винни-Пух, Чебурашка, Простоквашина, Летучий корабль и другие. Но основной целью у меня было, чтобы вы вспомнили именно те мультфильмы, о существовании которых вы, возможно, могли позабыть. Но из культовых и самых популярных я просто не могу не упомянуть... Ну погоди. Во-первых, потому что это, конечно же, по-настоящему культовый. И один из самых, если не самый известный мультфильм на просторах бывшего СССР даже сейчас. Имею в виду оригинальные серии, а не то мракобесие, которое выпускали потом. Мультфильму недавно исполнилось аж 50 лет. И в честь этого, то ли по слухам, то ли действительно, студия СССР готовит его перезапуск. Если вдруг смотрят этот ролик работники студии, я вас очень прошу, или делайте, прилагая максимальный уровень старания, или не делайте совсем. Вот не нужно делать второе новое Простоквашино. Правда, вот ну не надо. Нам достаточно оригинального мультфильма. На этом видео потихоньку подходит к концу. Напишите, понравился ли вам такой слегка непривычный, наверное, выпуск. Ну и, конечно же, оставьте в комментариях название своего самого или нескольких любимого советского мультфильма. А также напишите, почему именно этот мультфильм вас цепляет. Что такого особенного в нём вы находите лично для себя. Ну и, конечно же, если вас особо не затруднит, можете поддержать это видео лайком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!